Инсайдерская информация говорит о том, что эти руки ничего не крали. Если собеседника не было, если там есть генкин, то другой собеседник не раздавал более. Приветствую зрителей 9 канала. Сегодня понедельник. В эфире ежепонедельная программа «Доживем до понедельника». Григорий Гельфер, Евгений Гендин и Елена Кальянова в студии. Еще раз добрый вечер. Работает у нас прямой телефон 370-3101. До конца выпуска ждем ваших звонков и ждем ваших отзывов в интернете. Facebook вы все знаете. Facebook пишите сейчас. Можете звонить, можете писать на нашу страничку, задавать вопросы, хвалить, ругать. Мы на все ответим и за все ответим. Поехали сразу. Я даже не знаю. Я хочу начать с какой-то новости. Может быть, кто-то и не знает из телезрителей. Только наша программа даст вам информацию о том, что на выборах президента США победил Дональд Трамп. Да ты что? What the fuck? Представитель республиканской, хотя и не очень любящей его партии, он набрал 277 голосовыборщиков. Ну, хоть не регионал. Хотя по голосам избирателей, значит, Клинтон победила, она набрала там 47,7%. 47,8% не забирает 0,10%. Ну, уже можно, уже все равно. Женщина ничем не ответит. А он 47,5%. И 3. А у меня 5 на 7. Он 0,5%. Это до сих пор в этот сервер. 47,8% и 47,3%. У тебя устаревшие данные. Это последние данные. А может, наоборот, у тебя. Ну, дело уже не бывает. На 600 тысяч голосов больше. Короче говоря, у них просто там такая система выборов, что надо выиграть штат. И если ты его даже выиграл там в несколько голосов, все выборщики этого штата, они должны будут проголосовать за того, кто победил в этом штате. Кто-то же придумал такую систему, на которую не влияет гречка, на которую не влияют детские площадки. Ведь это же, ну, не знаю, можно обсуждать гениальность. Мир в шоке. По крайней мере, значительная часть людей, которые слушали телевизионные программы, читали интернет, и поддались воздействию такого леволиберального массированного, так сказать, медиа наступления, значит, они просто считают, что все пропало, все сгорело, и теперь пришел пророссийский, значит, такой... Ставленник. Ставленник, и теперь все будет плохо, а у Путина все будет хорошо. Ну, на самом деле, это, я думаю, не совсем так, потому что за ним стоит могучая консервативная партия с такими товарищами, как Маккейн, и которые будут формировать команду. Трамп, он такой человек яркий, экзотичный, но я думаю, что совсем уже там сломать линию партии ему не удастся. То есть, я думаю, что на самом деле просто начинается новая некая такая эпоха, ну, в мировой политике. И Штаты вот таким вот парадоксальным образом, но доказали, что, в общем-то, избиратели влияют на процесс выборов. Да, и могут быть неожиданности, которые связаны именно с поведением избирателей, а не с вложенными ресурсами тех, кто избирается. Хотя и Трамп был человек небедный. Ну, на самом деле, вот аналитики говорят, что все будет зависеть от того, как распределяться посты в команде, кому достанется в команде Трампа, кому достанется внешний блок, кому достанется руководить администрацией. И отношение к Украине тоже будет зависеть не в малой степени от того, кто... Тем более, когда 8 лет назад, когда Обама победил Буша, там говорили, все, там капец, это будет там пророссийское, все, ястреба Буша победили. И все, история, это равно, как и в Молдавии, сейчас паникует Болгария, там пророссийские кандидаты, боже, мы увидим. Я немножко статистики. Трамп набрал 290 голосов выборщиков при необходимых 270, Хиллари 232. И при этом 600 тысяч выиграла Хиллари все-таки в абсолютном числе голосов. И вот картинка очень интересная, как распределились, вот можно показать картину, видите, такая вот собачка с синей головой, синим хвостиком, вся глубинка, середина, целится красная. Красная, это штаты, где Трамп победил, а синяя, где Хиллари. То есть, чем ближе к океану, тем люди, как бы, оказались более, скажем там, демократичные. Вот, интересно, что пополам, не пополам, а вот по мужскому, по женскому, достаточно сильно разошлись. Мужчины 53 американских процента, американских мужчин за Трампа, 41 процент за Хиллари. Женщины 54 процента, соответственно, за Хиллари, 42 процента за Дональда. Вот, и возрастная штука, до 45 лет избиратель, 53 процента, особенно до 30 лет, там вообще больше 56 процента, они были за Клинтон, а старше, наоборот, за Трампа. И вот эта глубинка, то, что я показывал, по штатам, вот самое интересное, вот именно самая глубинка, там самую большую победу он в штате Вайоминг. Интересно это нашим слушателям или нет, но тем не менее. Ну, ты объяснишь, что такое штат Вайоминг, и кто там живет, и какова ситуация. Да, ну, это действительно вот глубинка, ранчо, ковбои, вот эти вот все, это один из самых белых вот таких вот штатов, Вайоминг, 70 на 23 он там победил. И примерно по 30 процентов он взял, это Алабама, Кентукки, Оклахома, Арканзас, Айдахо, обе дакоты, то есть вот это все, ю-ху, где маленькие, ну, там есть и большие города, но вот там он взял. Ну, самая Япония, конечно, Вашингтон, столица, там 93 на 4, 93 процента Хиллари, Гавайи твои любимые, там где-то продвинутые, 62 на 30 она победила, Калифорния, 61 на 33, Массачусетс, безусловно, 61 на 33, город Нью-Йорк, да, там больше 25 процентов, перевага, и так далее. Ну, смотрите, действительно, там же были такие вот зарубы, условно говоря, там Флорида, там, ну, 120 тысяч все-таки разница, но это один с копейками процент, ну, например, в Нью-Геншире Хиллари победила 2 тысячи голосов, а Пенсильвания, вот, и Мичиган, где она проиграла, тоже там около процента, и тем не менее, никого не волнует, проиграла ли она там 3 тысячи голосов, голоса выборщиков отошли. Что мы имеем в итоге? Вернее, не мы, а они. Нам свои рубить. Средний портрет сборной, вот такой вот выборца, победившего Трампа, это белый мужчина за 45, средний доход имеет, ну, не доходяга, без высшего образования, служил в армии, живет в маленьком городке или раньше, протестант, раз в неделю ходит в церковь, женат и гетеросексуал. И вот сейчас я просто хотел закончить, говорят, что вот получили, мол, там левые, ну, хотя это все достаточно относительно левые, правые, кризис либеральной идеи, вот устали от мультикультурности. Я листал в Фейсбук, много там людей пишут, вот я наткнулся на пост, неожиданно для себя клянусь, некий наш земляк Михаил Гендин написал. Вот, да, ну, сын, мне удивили вопрос, но он написал следующее, что до вселякого правого лейна, яка повелазила после победы Трампа в мою такую идеальную строчку, с размиркованием, что это реакция нормальной билости, втомленной от засильной корректности и либерализма, и теперь всему этому, наконец, приходит кинец. Я не те, чтобы быть очень аналитик, но и встыг понять, что это стандартный шляк приходу святоглядных вещей, которые эволюционно не минуют. Революция, реакция, откат, остаточная перемога в кращей, чем до того форме. Мы сейчас на начале второго этапа, и то, что это часово никак не уменьшает втраты, которые понесут конкретные люди за эти несколько лет, но и не отмечает третьего этапа. Ну, оптимистично достаточно смотрит Михаил Гендин на эти вещи. На самом деле, на мой взгляд, все не так просто. И последнее, вот начинали, вот как американцы выбрали Трампа, и как могут украинцы, типа, это осуждать, которые выбрали Януковича. Да, потому что это украинские смесь сделали идиота откровенно из Трампа. Да, ну, безусловно, вот это отсутствие нормальной информации и, действительно, загоняние в клише, что происходит на уровне от планетарного до городских событий, разделение на лагеря и вот эти придания цветов, они дают искаженные. Поэтому, я еще раз говорю, только программа «Доживем до понедельника», и своя аналитика только эта дает картину мира. Но ведь посмотри, как преподносили украинские СМИ, вот кто хороший, а кто плохой. Кто хорошо относится к Украине, причем, опять-таки, это спорно очень, да, насколько хорошо было бы, если для Украины. А вот только то, что американцы голосовали прежде всего за решение своих проблем, это не говорит о том, что Трамп их решит, но они хотят, чтобы проблемы были решены. Это нормально. Им надоело, я не знаю, почему они должны отвечать за мир во всем мире, почему они должны думать, что в Украине идет война, если украинские политики об этом не думают. И европейские политики об этом думают меньше, чем американцы. Страна, в которой мирные переговоры ведет Медведчук, она хочет, чтобы пришла Клинтон и решила все проблемы, и помирила всех, и, я не знаю, или оружием там, или как-то, каким-то чудом прекратила войну в Украине. Это же ведь нонсенс. И говорили о том, что, вот наши даже эксперты говорят о том, что полный провал в политике внешнего ведомства Украины, то, как они воспринимали, то, как они однозначно были уверены в победе Клинтон, и на самом деле... И только Саакашвили вовремя санографировался. Да, вот те высказывания, это настолько было непонятно. Чемпион мира по переобыванию в воздухе. Убирание вот этих постов, да, высказывание однозначных мнений, это не поведение дипломатов, это не поведение политиков. Просто это вранье тоже оказалось, потому что Аваков, например, обвинили в том, что он убрал свой пост, а он его не убирал. Ну, хорошо, даже если он не убирал, то многие наши политики, большинство были настроены негативно, и они говорили о этом выборе. Политик не имеет права этого делать, он должен быть корректным. Но он же человек тоже. Я думаю, что мы даже после выборов президента Украины говорили бы, наверное, меньше по времени. Кстати, говорят о том, что команда Трампа очень активно следила за тем, как в разных странах реагируют на него политики. И теперь неизвестно даже, чем Украине-то обвиняют. Ну, я вообще не комментировал эти выборы, так что я спокоен. Мне со всеми хорошо. Ну, слава богу. Дмитрий Гамп, пишет телезритель. Уважаемые господа, есть новость по свежее, чем избрание Трампа. Разбился первый самолет с адмирала Кузнецова. Мы знаем перед передачей. Да, с адмирала Кузнецова, это этот российский корабль, который коптил небо. Миг-29 разбился. Если погибли люди, то это жалко. Нет, для гуманистически настроенных граждан летчик остался жив. Слава богу. Ну, может быть, ты прав. И написал Михаил Бабенко. У нас такой дядечка, имеется в виду, как Трамп. У нас такой дядечка столица ругаводил. Ничего пережили, и они переживут. Ну, он имеется в виду Черновецка. Конечно, переживут, я думаю, что даже неплохо переживут. Все равно, я еще раз хочу сказать, что тут надо смотреть не на персоналию, а на программу и на то, что... На программу ДЖП. Да, программу ДЖП и программу. Она очень, как бы она нацелена на Америку. Экономически, так сказать, там, снизить налоги, вернуть все вывезенные там триллионы денег, чтобы они работали на Америку. Начать добывать нефть, газ. То есть, в общем, я думаю, избивать самолеты, которые очень близко подлетают, не дай бог, к американским крейсерам. Потому что, когда Трамп говорил, что Путин сильный лидер, он просто хотел сказать, что Обама слабый лидер, а ничего больше. И, ну, Израиль, конечно, очень обрадовался, потому что все-таки у Трампа внучки... Ну, и жены у него красивые, дети у него умные. Нет, ну, я имею в виду, его дочка приняла иудаизм, потому что очень любит своего мужа. Ну, дай бог, чтобы все было... Ну, по поводу бога я хочу последнее сказать. Нет, я два, две. Во-первых, в России уже там где-то есть исследование, что он какой-то потомок Рюрика там, ну, в каком-то, так сказать, колене все прослежено. И в городе Рязани начали собирать, значит, подписи за переименование второй безбожной улицы в улицу имени Трампа. И вроде отказались. Ну, потом отказались, но сам посыл, само движение такое характерное. Закрою тему, я с вашего позвоняю, стихами. Вот вышел, реально, я думал, что фейк оказалось не фейк. В издательстве «Азон» российский... Нет, да, 200 рублей стоит, продается уже книжка в России. Реально, называется «Дональд Трамп – гений Америки». Сборник стихов русских восторженных людей. Я приведу пару примеров. «Дональд Трамп, ты гений мира, ты Америку поднял. Не с колен к высотам мира». Мира-мира, классная рифма. «Ты империю создал, ты возводишь небоскребы, людям счастье раздаешь, а враги твои уроды говорят, что все ты врешь». И последнее. «Счастье искрометный глаз, торжество народное, человеческий рассказ и лицо задорное. Встречи, встречи, много встреч, люди как родные. Безупречно в чем-то речь». Любимая фраза порвала. «Безупречно в чем-то речь». Слова непростые. «Нет в голосе дрожания, спасешь страну красиво». «Пример для подражания правителям России». Правда, после этого, я так понимаю, на подвал его, наверное, например. «Прошу принять в республиканскую партию». «200 рублей мы принимаем, мы дилеры этой книжки». «Российское творчество, ну, боль не любит». «Вот, а что у нас?» «У нас есть телефонный звонок на городскую тематику с самого начала программы». «Да, мистер Трамп, мы вас слушаем». «Да, мы тут о мировом». «Пожалуйста, слушаем вас. Добрый вечер. Знаю, что ожидали давно. Пожалуйста, ваш вопрос или комментарий, что вы хотите? «Алло, добрый вечер. Слышно меня?» «Да, да, слушаем вас». «Здравствуйте, любимая ведущая Леночка». «Здравствуйте». «Здравствуйте, Гарик и Женя». «Мандрыковская, 143, Валентин Бунякин беспокоит вас». «Да, очень приятно». «Это тот дом, где вот взрыв был?» «Недалеко, почти». «Да, мы спустимся с Капитолийского холма на наши мандрыковские кручи». «И так и хочется сказать, дорогая передача, в понедельник чуть не плача, весь наш подъезд у экранов собрался». «В 9.30 утра, без объявления войны, к подъезду подъехала машина газовой службы. Оттуда вышли два гражданина в спецодежде, и плюс какой-то, видимо, их нашальника, скажем так, которые взяли и отрезали трубу газовую. Когда жильцы, в том числе моя жена, она послала вам сейчас на фейсбук фотосессию с этого события. Когда жильцы начали выяснять причину, почему произошло отключение газа, то никакого ответа внятного не услышали. Когда жена и жильцы сказали, что жильцы будут жаловаться местным властям, мэру, губернатору и прокурору, вот этот вот третий человек, который был один не в спецодежду, сказал, что плевать он хотел на Филатова, плевать он хотел на губернатора, плевать он хотел на прокурора. Таким образом, вот тот верблюд, из джентльменов удачи, он просто отдыхает, поскольку этот чиновник обплевал всех. Так вообще без объяснений, что ли? Вообще без объяснений. А что у вас нету кастетов, там, ножей? Не вызывает. Вот придет Трамп. Я за 15 минут до этих событий как раз ушел на работу. Понятно. Мандрыковская 123 или 143? Да, будем разбираться, сделаем запросы. Вы, пожалуйста, оставьте свой телефон вот нашему координатору. Я думаю, что вот журналисты и службы новостей есть чем заняться в данной ситуации. Нужно выяснять, кто эти люди были в первую очередь. Я не знаю, может, полицию нужно было вызывать. Может, это вообще не газы. Но мы услышали, да, есть здесь депутат. Услышали, да. Ответить вам сейчас ничего не нужно. Мы можем сказать, что это не нужно. Мы можем сказать, что это не нужно. Мы можем сказать, что это не нужно. Ну и у нас продолжаем нашу программу. Да, у нас есть еще один очень яркий ньюсмейкер на этой неделе, на прошедшей неделе. Такая же наш грузинский, бывший грузинский лидер и наш экс-губернатор. Бывший грузинский, бывший лидер. Бывший грузинский, бывший лидер. Знаете сказать мне, Одесской области, я хотела сказать. Теперь уже экс-губернатор. Подал в отставку, отставку приняли. И сегодня уже есть заявление Саакашвили о том, что новая партия, новая политическая сила появится, будут идти на выборы, будут добиваться досрочных выборов. И когда он придет к власти, многих посадят в тюрьму. В том числе господина Коломойского, в том числе будет национализирован Приватбанк. Ну, в общем, очень много таких громких заявлений сделал Саакашвили. Ожидает поддержки, приглашает всех в свою партию. Я знаю, что Хатия Деканаидзе, которая тоже сегодня дала новость, она подала в отставку, сказав, что она сделала главные... Ну, она соратница, одна из близких соратников. Да, и на вопрос, собирается ли она в партию Саакашвили, она как-то так уклончиво сказала, что она полицейская, она должна быть вне политики, а о будущем она говорит в будущем. Ну, на самом деле, вот эта женщина написала заявление в отставке, Аваков его подписал немедленно, со словами, что самый трудный период, мы с Хатией прошли вместе. И действительно, вот она запомнилась, ну, все-таки какой-то такой харизмой. И она говорит, что мы все-таки, ну, смогли создать, или, по крайней мере, сделали шаг к созданию полиции с человеческим лицом. Но главные препятствия, которые по-прежнему остаются, это, безусловно, коррупция, это суды, необходимость реформа судов. И она говорит, что очень таким опасным явлением является попытка политиков влиять все-таки на решение полиции. Да, вмешательства и так далее. Ну, и версия есть о том, что намечаются волнения в Киеве, и якобы это перед намечаются. Да, я просто хочу сказать, что зато у Авакова появилась новая заместительница, красивая фотография, можно найти в интернете, мы не будем показывать у нас программу. У нас нет времени. У нас дети смотрят. Вот, ну, Анастасия Деева, девушка 24-х лет, будет отвечать за европейское, так сказать, сотрудничество, уже отвечает. Из 24-х лет 10 лет стажа. Вот написано в документах. Шведский диплом магистра. Ну, на самом деле... Может быть, у нее где-то год за два. Может быть. Ну, по фотографиям судить трудно, а по делам, я думаю, увидим. Девушка симпатичная, и коротко общался, когда здесь сна подкрывали, девушка умная, а вопрос травли определенный, да. Если процессуальные вопросы, это одно, вопрос фотографий, и прочего, и сексистский, и вот это, эйджистский, это он омерзительный. Я вообще эту тему не... Это примерно так же для меня... Это мое. Хорошо, 10 лет стажа в 24 года. Я сейчас, я, по-моему, сказал... Нет, сказал, это вопрос, который надо изучать. Я отделил мух от котлет. Просто мухи активнее котлет себя ведут. Ну, это мусины, между прочим, активно обсуждали. То есть вот это мне примерно так же омерзительно, как слюни Саакашвили, попытка раскачать страну, хотя, опять-таки, равно, как и попытка представить, что если ничего не... Если вот сейчас выходить за свои права, то Путин нападет. Я хочу сказать, мы видим, да, градус, да, действительно, повышается, хотя не настолько, сколько он истеризуется, но повышается градус, и вот СБУ выступило с заявлением, он мне к нему противоречиво, но тем не менее, что Россия готова провести ряд акций, чтобы скомпрометировать Украину в глаза с ЕС, и вот будет же саммит там в конце ноября предоставление, будет решение о предоставлении или чтобы отложить, или предоставить Украине безвиз, долгожданной. И вот СБУ предупреждает, что старт завтра, 15 ноября, якобы, типа банковские вкладчики, мы видели там эти ансамбль «Мураевские бабушки» и «Рабиновичские», там Балашов там со своей сектой туда подтягивается, ну, доллар по 8 и так далее. И 17 ноября это перекинется тарифная тема, тоже острая, болевая тема, и с Богом говорит, что ряд деятелей, значит, уже, ну, просто приводят факты, ездили в Россию, там, получать какие-то инструкции, а кто-то, большая часть, задействованы вслепую. Какая цель? Цель внутренняя дестабилизация, плюс обострение на фронте, которое, к сожалению, наблюдается, и Днепр это чувствует, и досрочные выборы, о котором уже все там со слюной говорят, в первую очередь Михаил. Нет, один только пока говорит со слюной. Нет, здрасте, ты что, Юля там говорит об этом? Ну, Юля об этом говорит давно и постоянно, но в этом это не новость, никто не об этом отнимается. Нет, да, и по-свежему, и в результате приход пророссийских сил, ревизия внешнеполитического курса, то есть должна быть видимость поддержки, но мы посмотрим, и также якобы сессии потом областных советов с ползучей эрозией, вот не федерализация, но типа договорные отношения будут требовать договорнее между кабинетом министров и местными советами. Тут уже Медведчук. Мы посмотрим, на самом деле, значит, цель загнать, ну, по словам СБУ, и я в это отчасти верю, в тупик с двух сторон, с внешней и с внутренней стороны. На самом деле, очень у меня противоречивые отношения, мы это слышали, не раскачивать лодку и так далее. Понятно, что всегда для власти как бы удобный повод на внешнее врага. Да, но и тем не менее, я, например, лично, я однозначно сейчас против выборов, в любом случае, против выборов по вот этим правилам, без открытых списков и с сохранением мажоритарки, даже учитывая ошибки этой власти. И ситуация, я вижу, что ситуацию все равно реально раскачивает, до конца мы, опять-таки, всего не знаем, но выборы по старым правилам, но его в баню. Ну, то есть, и похожую модель я вижу в городе, но об этом я молчу. Вот, короче говоря, завтра я буду в Киеве, именно в районе, да, правительственного квартала. Ты можешь делать прямые включения. Да, да, я постараюсь включить, если надо кому-нибудь, посмотрим ситуацию, если надо навалять кому-то, мы наваляем от имени программы «Доживем до понедельника». В любом случае, любую информацию надо держать. Есть ли раскачка? Есть. Пользуются ли все, кому удобно пользуются? Поэтому надо просто смотреть программу «Доживем до понедельника». То есть, в следующий понедельник расскажешь, что было вчера в Киеве, завтра в Киеве. Страна все равно действительно находится в состоянии войны. Не значит, что надо закрывать глаза на ошибки, но не дергаться за каждым Балашовым, за каждым Михаилом Николосовичем и так далее. И, конечно, долбать власть, долбать власть, но долбать мирным конституционным путем. А вот акции протеста, на твой взгляд, они сейчас... Вот это вот все, то, что мураевские бабушки, вот эти вкладчики, они, безусловно, ну... Три с половиной тысячи люди получают счета. Ну, так хорошо, но пойдем убивать Порошенко за это или что? Ну, убивать. Я говорю, есть акции... Ну, ты же говоришь, надо долбать власть. Ну, каждый долбает, как умеет. Не у всех есть эфир. Давайте о нашей городской власти немножко. Мне очень хочется упомянуть. Вот проект хороший, такой проект городской власти. Я имею в виду вот обращение от имени мэров 11 городов, по-моему, если я не ошибаюсь, и нашего в том числе, к Министерству инфраструктуры о введении в городе, в городах электронных билетов. Очень хороший проект. Там это как-то усовершенствует систему транспортную. Якобы теперь депутаты должны проголосовать за это, но, безусловно, это удобно. Я опять хочу сказать большое фу нашей транспортной системе, которая отсутствует у нас в городе. Вот сегодня по следам с Победы опять не могли уехать утром студенты. В 9 утра маршрутки забиты, не останавливают. Куда хотят вводить этот электронный билет? В эти разбитые маршрутки, которые раздолбанные, страшные? Или в те красивые 2-3 лоцмана, которые ходят? Насколько я знаю, очень серьезно транспорт. Там, там, это год транспорта. Мы даже воюем пока, что в транспорте культурные люди должны ехать. Но, в принципе, я знаю, что транспорт в приоритете в следующем году. В следующем году. Если мы не заберем на культуру. 6 гривен сейчас, да, обещают поднять до 6 гривен. Уже идут разговоры. Многие СМИ уже об этом сказали, что в городе Днепре идут разговоры о поднятии стоимости проезда, потому что подорожало дистопливо. В соседнем Запорожье, говорят, 3,5 гривны в транспортной системе города билеты. У нас очень дорого и очень плохо, на мой взгляд. Я еще раз приглашаю. Может быть, ты посодействуешь. Может быть, вот Янеку Мерила к нам в программу пригласит. Нет вопроса, что у вас нет влияния. Она занимается этим проектом. Может быть, как-то вообще возможно обратить внимание на транспорт, который идет с Победы, который возит студентов на проспект Гагария. Обещают канадку. Ну, ее давно обещали, три. Я никогда не запросил, она открытый, умный, фантастический профессиональный человек. Я просто хочу сказать, что транспорт в следующий год, это будет год транспорта, а в этом году, я так понимаю, что есть проблемы, особенно у людей, которые ездят в троллейбусах. Ну, в частности, вот уже 9 и 10 числа, то есть с повторением, значит, по словам Михаила Лысенко, это заместитель мэра нашего городского, значит, была попытка обстрелять троллейбус как раз вот. Нет, это не обстрел был, это не стрельба. Ну, а что, говорят, что это пневматика, но какая-то легкая. Это хулиганство, скорее всего. Нет, ну, понятно, что это хулиганство, а не террористический акт. Но есть в городе идиоты, вот, и с ними как-то надо бороться. Я не знаю, там полиция... Надо перепись какую-то, идиота провести. У нас есть телефонный звонок, говорят, вот на тему троллейбуса. Объявляться, да. Давайте, у нас буквально три минуты остается до конца. Добрый вечер, слушаем вас, если можно коротко. У меня такое предложение есть. Вот подойти к этому депо и сказать, чтобы они повесили навигаторов. И вот когда будут ехать, они увидят, кто именно в них бросает эти камни или стреляет. Вот такое предложение, чтобы туда пойти и сказать им, чтобы они лично сами поставили. Очень хорошее предложение. Я даже могу предположить, что вам ответят, скажут, что нет денег на такие устройства у нас в транспортном депо. Не специалисты. Ну, хорошее предложение, хорошее. В любом случае, вот те 10 тысяч, которые Лысенко обещал, или уже 20, да, обещал, может быть, их потратить вот на такую вот вещь, как навигатор, и не будет повторяться такие идиотские, в общем-то, прецеденты. Три минуты. Да, я о культуре в следующий раз скажу, ближе к фестивалю уникальному. Тогда здоровье. Да, здоровье все-таки полезные вещи, чтобы мы не только бла-бла-бла, и не только, да, нездорово бы в мире, нездорово отчасти в городе, а мы должны быть здоровы. И опять пугают эпидемию гриппа, но она, как правило, в разных формах каждый год есть. И, в общем-то, как городские власти говорят, что Днепр типа готов к приему гриппа гостеприимному, да, и помимо центров первичной помощи, насколько я знаю, там 58 кабинетов прививок, хотя спорная прививка, вакцин, но прививайтесь, как все-таки рекомендую, да, 150 гривен вакцина для группы риска, медработники там беременные или беременные медработники бесплатно. Горсовет там 300 тысяч выделил на это. Но первый пик, конец ноября, уважаемые телезрители, ну не очень тяжелый, но самое главное гигиена. Поэтому я хочу, чтобы польза от программы была. Кашлять не во внутреннюю сторону, вот в ладони, а на внешнюю сторону. И не себе. Маски только, да, одноразовые. Не платок, а салфетки, салфетки пользоваться. И не переодеваться по погоде, не надо быть капустой, не надевайте все подряд, не переохлаждаться, не перегреваться. И очень важный момент – влажность. Влажность вот должна быть. Надо много пить и надо, чтобы, сейчас же много работает этих обогревателей, воздух сухой. Я хочу, Леночка, что ты смеешься, чтобы польза была. Сохнет воздух. Я жду, когда ты про лимоны скажешь, что надо есть лимоны. А когда воздух, когда сухой воздух, то высыхает слизистая и хуже микробы, задерживает микробы. И эти заразы попадают внутрь организма. Поэтому даже не надо покупать эти увлажнители дорогие, емкости с водой. Можно их не заряжать. Ставьте, и чтобы влажнее было. И самое главное – свежий воздух. Мыть руки и не подавайте, кому попало в руки. Я хотел, чтобы наша программа пользу людям приносила. Конечно. Да. И вот наша мэрия уверяет… И смотрите до ЖП. Наша мэрия уверяет, что мы стопроцентно готовы к зиме, к тем погодным, неожиданным условиям, которые могут наступить. Вот в некоторых городах Западной Украины, в Киеве они уже наступили, мы надеемся, что у нас все-таки не будет там минуса большого и снега, поэтому будьте здоровы, выполняйте все указания. У нас есть время. Нет, у нас 20 секунд. Как же там? 20 секунд. На культуре бы отказались говорить и все. А минута 22, там он что обозначает? А минута 22 не считайте минуту. Это кому-то, небось, продает наше время, да? Поэтому, ну что? Ну тогда о том, что нам ФИЧ повысил рейтинг, я расскажу потом. Нет, все, в следующий раз. Тогда просто всего вам хорошего. Ну, Трамп один раз, а Трампе было много, но он один раз. Ну, вот иди, я расскажу самое интересное. Спасибо за внимание. До свидания. Значит, уважаемые телезрители, на самом деле вас, а что, вас отключили люди? Ты забираешь время от заставки. Нет, так я думал. Все. До свидания. Спасибо за внимание. Всего доброго. Я следующее. Я такое расскажу вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.